В России стартовал сезон продажи бахчевых. Как правило, он длится вплоть до октября. За это время любители арбузов и дынь успевают наесться спелыми плодами досыта. Впрочем, покупая на свой стол сочные угощения, важно быть уверенным в его качестве и происхождении. Везенные на территорию Тверской области бахчевые культуры проверяют специалисты регионального управления Россельхознадзора. О том, как проходят рейды сотрудников ведомства в нашем следующем сюжете. Арбуз хороший. Вообще супер. Кто кушает, сразу замуж выходит. Какими бы ни были убедительными доводы продавцов для государственного инспектора регионального управления Россельхознадзора, аргументами они не станут, если нет соответствующих документов. В ходе подобных рейдов, которые становятся регулярными с началом сезона продаж бахчевых культур, сотрудники ведомства в первую очередь проверяют наличие декларации о соответствии карантинного сертификата или акта фитосанитарного контроля. Вот этот предприниматель такие бумаги показать не смог. Сослался на то, что они есть, но не с собой. Документы это оттуда отправляют? Ну с собой же здесь сейчас должен быть у вас обязательно. Обязательно. Это даже не думали, что вот документы надо будет. Но они есть у вас? Наверное, будут, конечно. Впрочем, большинство представителей этой базы оказались куда более ответственными. К примеру, вот на этой точке были представлены все необходимые бумаги. Декларация свежая, все действующая. Да, свежая, действующая, пожалуйста, ради бога. От 16 июля до 16 августа. До 16 августа включительно. Соответственно, да, с 16 мы еще раз. Это акт карантинного фитосанитарного контроля надзора. Да, да, да. На весь товар. Да, все, документы в порядке у этого человека? Наличие в точке сбыта разрешительных документов на сегодняшний день обязательно. Для того, чтобы их получить, необходимо сдать часть продукции, один или два килограмма, на анализ в межобластную ветеринарную лабораторию. В Твери она располагается на улице Шишково. Там арбузы и дыни проверяют на наличие карантинных вредителей сельскохозяйственных культур. Они могут находиться на плодах. А обязательную соломенную подстилку на наличие семян опасных сорняков. Если все в порядке, в течение недели будут выданы все документы. Без них торговля бахчевыми культурами может обернуться серьезными санкциями. Это нарушение статьи 10.3. Что может грозить? Это административный штраф на граждан от 200 до 500 рублей, на должностных лиц от 500 до 1000, на индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица от 500 до 1000 и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Но даже если все документы в порядке, не лишним будет обратить внимание и на внешний вид арбуза или дыни. В частности, у зрелого арбуза должен быть целостный покров, яркий и контрастный цвет корки. Вполне естественно, если на боку у него будет светлое пятно. Оно должно быть максимально желтым или даже оранжевым. Это место, которое отлежал арбуз, дозревая на солнце. Вместе с тем, если ноготь легко протыкает арбузную кожу, значит плод незрелый. Хороший арбуз при ударе ладонью вибрирует, усик и полдоножка у него сухие, мякоть красная, различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета.